SCP-1733 Открытие сезона Объект номер SCP-1733 Класс объекта безопасный Особые условия содержания Цифровой видеомагнитофон с записью SCP-1733 Следует хранить в охраняемом архиве видеозаписи зоны Категорически запрещается воспроизведение SCP-1733 В любых целях, кроме исследовательских Разрешение на изучение SCP-1733 Следует запрашивать у доктора Геллера Описание SCP-1733 является видеозаписью первой игры в сезоне НБА За 2010 и 2011 годы Игра проходила на спортивной арене TD Garden в Бостоне, штат Массачусс Команда Boston Celtics играла против Miami Heat Агенты, ответственные за мониторинг социальных сетей Обратили внимание на SCP-1733 Когда уроженец Бостона Пожаловался 27 октября В обсуждении на Facebook На технический фолл Рэя Аллена По отношению к Крису Бошу В третьей четверти игры Чего в ходе игры не происходило В ответ на обвинение во лжи Загрузил соответствующий отрезок видеозаписи в социальную сеть Чем изрядно смутил спорщиков Агенты организации, внедрённые в группу модераторов Facebook Удалили ветку обсуждений и вычислили всех участников чата по IP-адресам Для последующего введения амнезиака класса А Цифровой магнитофон Моторола с SCP-1733 в нём Был изъят для исследования В ходе изучения видеозаписи были обнаружены её аномальные свойства Поначалу запись отличалась от хода настоящей игры лишь в мелочах Таких как промежуточный счёт между четвертями игры и частота появления фолов Но позднее отличие SCP-1733 от первоначальной записи становилось всё более и более заметным У людей на видеозаписи, судя по всему, остаются воспоминания о прошлых воспроизведениях записи А также постепенно формируется осознание своего существования Согласно имеющейся гипотезе, каждое воспроизведение наделяет запечатлённых на записи SCP-1733 людей некой неизмеримой долей сознания При этом каждое последующее воспроизведение увеличивает объём сохранённых воспоминаний Этот эффект накапливается и распространяется на всех, кто находится на арене Степень осознания возрастала от упоминаний комментаторами Майком и Томми ощущения дежавю до практически полной памяти о прошлых воспроизведениях Однако следует отметить, что ни один из запечатлённых в SCP-1733 людей ни разу не обратился к зрителям напрямую И не выказывал признаков осознания того, что находится в цифровой видеозаписи Запечатлённые на видео игроки по поведению, способностям и манерам не отличаются от соответствующих им в реальной жизни людей Болельщики в толпе также кажутся настоящими во всех отношениях людьми Расследования, проведённые организацией в отношении этих людей, не установили ничего необычного Люди на видео во всех отношениях соответствуют сами себе, перенесёнными на цифровой носитель Согласно архивам TD Garden, число болельщиков, пришедших на данный матч 28 октября 2010-го, составляло Изначально SCP-1733 считалось видеозаписью, на которой запечатлён бесконечный набор вариантов исхода игры Так как игроки команд меняли стратегии нападения и защиты с каждым воспроизведением К 34-му воспроизведению игроки и тренеры так хорошо адаптировались к стилю игры соперника, что счёт оставался 0-0 до 3 минут 34 секунд первой четверти игры Поскольку чёткость воспоминаний на этот момент была относительно низкой, вероятно, что память о прошлых воспроизведениях проявлялась у игроков, служебного персонала и болельщиков в виде смутной интуиции, что мешало им полностью осознать своё положение К 45-му воспроизведению понимание ситуации достигло такого уровня, что игроки отказывались вести игру и пытались составить план спасения вместе с остальными присутствующими людьми Согласно предположениям сотрудников фонда, население SCP-1733 заточено в записи, которое не может покинуть никаким образом Выходные двери арены не поддавались усилиям, превышающим Также запечатлённым на видео людям не удавалось выйти через раздевалки, служебные помещения и вип-ложи Попытки выбраться из зала в то время, когда в ходе игры на арену прибывают новые болельщики, также успеха не имели Люди выходят через те двери, через которые входят другие, но не могут найти выход и блуждают по коридорам, проложенным вокруг главной арены В дальнейшем попытки к спасению становились всё более отчаянными и приобретали такие формы, как сооружение самодельной взрывчатки, массовые беспорядки, разделение контингента зрителей на три противоборствующие фракции К воспроизведению номер Случилось ритуальное убийство и вестерация игроков, в надежде умилостивить ту силу, которая заточила людей на арене Подробности приведены в хронологии При каждом следующем воспроизведении все люди оказывались на арене снова в изначальном состоянии На другие записи, сделанные в лабораторных условиях с помощью данного видеомагнитофона, эффект объекта не распространился Что указывает на то, что источником аномальных свойств SCP-1733 является не видеомагнитофон Исследования SCP-1733 приостановлены на неопределенный срок, ввиду негативного воздействия повторных воспроизведений на психику обитателей объекта Воспроизведение номер 2 Первое известное отклонение от записанной игры Во время выхода на поле команда Miami Heat освистана болельщиками Форвард Miami Heat Лебран Джеймс хмуро смотрит на зрителей и неодобрительно мотает головой Воспроизведение номер 15 В течение восьми периодов владения мячом подряд счет остается 0-0 Судя по панорамам на установленном на арене и крайне высокой четкости, болельщики испытывают упадок духа Мощный форвард команды Boston Celtics Глен Дэвис успешно выполняет блок против Лебрана Джеймса в конце четвертой четверти игры Что не удавалось ему во время исходной игры Celtics вырывается вперед Комментаторы уделяют внимание боевому духу Глену Дэвиса и тому, как он выкладывается на всех углах поля Несмотря на искрометное владение большой тройки мячом в атаке Формируется память о ранее сыгранных матчах Воспроизведение номер 26 Первая победа Майами Хит 112-85 Болельщики приходят в ярость, кидают в игроков Celtics едой и выкрикивают оскорбления Спортивный аналитик Том Хейнсон понимает их разочарование и упрекает тренерский состав Celtics в том, что они расслабились после того, как нашли средства против атаки Майами Хит Поскольку в этой игре большая тройка Майами впервые играла вместе, настолько сильное привыкание и понимание тренерами игры соперника за одну игру крайне маловероятно Воспроизведение номер 27 У комментаторов Майка и Томми во время помпезного выхода Майами Хит на арену появляется ощущение дежавю Во время ключевых моментов игры Celtics болельщики безмолвствуют Celtics одерживает победу Том Хейнсон комментирует это так Celtics пришлось славно потрудиться, чтобы снова завоевать поддержку болельщиков В ответ на просьбу Майкла Гормана пояснить это высказывание Хейнсон смог ответить только что Команде, по его мнению, следовало отыграться за прошлое поражение Более ясных пояснений он дать не смог Воспроизведение номер 44 Команды появляются на арене в замешательстве и дезориентации Игра приостановлена Большую часть матча игроки проходят обследованию медперсонала Поскольку всем им кажется, что этой ночью им многократно снился один и тот же сон про эту самую игру Узнав об этом, комментаторы Майк и Томми говорят, что сами испытывают сходные ощущения Воздействие распространяется и на болельщиков Запись заканчивается на интервью, которое находящийся на площадке корреспондент берет у болельщиков Расспрашивая их о снах, которые им сегодня снились Воспроизведение номер 45 Игроки отказываются играть Операторы, персонал арены, игроки и комментаторы, а также болельщики собираются на игровом поле, чтобы обсудить ситуацию Все считают, что вновь и вновь переживают одну и ту же игру Делаются попытки выйти через дверь, но двери не поддаются Под конец записи болельщики сооружают импровизированные инструменты для вскрытия дверей Это воспроизведение последнее, в котором работает оператор Все дальнейшие воспроизведения сняты общим планом с одной и той же точки одной камерой Воспроизведение 51 Все попытки покинуть здание терпят неудачу Все выходы с арены и смежных областей закрыты В ходе стычки, произошедшей в секции 318 между группой подростков Состояние алкогольного опьянения и мужчины зрелого возраста Последний падает без сознания, получив сотрясение мозга Поскольку камера находится далеко от арены и не улавливает голоса на ее дальнем крае Остается только предположить, что поводом для стычки послужил отказ подростков помогать в попытке к бегству Первый зарегистрированный случай применения силы Воспроизведение номер 52 Накуутированный в прошлом воспроизведении мужчина в начале данного воспроизведения жив и здоров Он подкрадывается к одному из подростков и избивает его до смерти Через 34 минуты 12 секунд после начала матча Воспроизведение 55 Сознание развилось до такой степени, что болельщики могут вспомнить события прошлой недели Друзей и членов своей семьи Попытки связаться с кем-то за пределами арены терпят неудачу Воспроизведение 65 Болельщики не могут покидывать спорткомплекс Все присутствующие разделились на несколько групп и фракций Игроки, тренеры и весь персонал, связанный с командами, судя по всему, забаррикадировались в невидимых на экране служебных помещениях Родители с детьми и наименее крепкие зрители собрались на северо-восточном крае верхней галереи Решив пережидать воспроизведение раз за разом Их территорию отмечают растянутые над секцией 312 флаг Селтикс Группа из болельщиков, здесь и далее называемые хранители веры, проповедует группам людей новое видение событий По их версии их заточили в ТД Гарден в наказание за вопиющий консюмеризм постиндустриального мира Хранители веры сжигают в центре поля жертвы в виде мобильных телефонов, ключей от автомобилей, сумочек и бумажников Четыре воспроизведения подряд В эту группу входят посещающие церковь граждане Бостона и удалено Значительная часть взрослых примерно Человек по-прежнему упорно работает над способом побега Воспроизведение номер 73 Число хранителей веры возрастает после инцидента, произошедшего во время прошлого воспроизведения В ходе которого от взрыва самодельного заряда, прикрепленного к двери, серьезно пострадали три человека Заряд не нанес какого-либо урона двери Воспроизведение 95 Усилия проповедников в значительной степени страдают от творящегося на трибунах разнузданного секса и насилия По просьбе людей из секции 320, оргию на 8 лоджии драпируют самодельной занавеской Воспроизведение 112 Состояние значительно ухудшилось В течение первых 10 минут данного воспроизведения с балконов прыгает Человек Воспроизведение Хранители веры берут штурмом служебные помещения И захватывают поле Пирса и Лебрана Джеймса Игроков приносят в жертву в ходе ритуала Их тела затем показывают крупным планом на большом экране арены Убийство игроков по всей видимости никак не сказывается на степени свободы обитателей арены Воспроизведение Проповедники призывают приносить детей в жертвы Взрослые встали стеной между группой 320 и хранителями веры Исследования приостановлены Воспроизведение Первое замеченное отклонение в освещении арены, которое изменилось на темно-красное Данные удалены Рекламная пауза Первое воспроизведение Вам надоело, что из шкафа стоит вам его открыть, валятся кружки Вы устали вслепую шарить на верхней полке рукой Вот и я устал Поэтому я хочу представить вам удивительное приспособление Полка и пол полки Эта удивительная вещь сочетает в себе дверь шкафа и элегантный вид полки А также к ней прилагается откидная табуретка Откиньте ее и заберитесь наверх Достаньте что хотите А потом сложите табуретку и она не будет вам мешаться А это моя напарница Брэнди У Брэнди врожденный недуг, карликовый рост И она не может достать себе с верхней полки шар со снегом Но стоп, у нас же есть полка и пол полки Теперь ей под силу достать шар и потрясти его Закажите полку и пол полки Позвоните прямо сейчас И мы доставим вам ее по специальной цене в 19 долларов 99 центов Именно так На 40 долларов товара всего за 20 баксов Но это еще не все Позвоните прямо сейчас и получите вторую полку и пол полки совершенно бесплатно Оплатите только отгрузку и доставку Наберите номер на экране и получите полку и пол полки Наши операторы ждут вашего звонка Воспроизведение 24 Надоело, что кружки делают вот так? Не нравится делать еще этак? Мне тоже надоело, поэтому есть вот такая штука Полка и пол полки Это что-то вроде шкафа и полки Два в одном Еще откидная табуретка есть Если ростом не вышел, можно откинуть А потом назад убрать А вот моя напарница Брэнди Она карлика не может достать шар со снегом Но с помощью полки и пол полки она сможет достать шар и потрясти его Тряси шар, Брэнди, не стой столбом Эта штука всего за 19 долларов 99 центов Но это еще не все Позвоните сейчас и получите вторую полку и пол полки Оплатите только отгрузку и доставку Позвоните по этому номеру Наши операторы ждут Воспроизведение номер 37 Ладно, что за хрень творится? Почему чашки падают? Почему от меня есть только голос? А вот и я Ну ладно, там полка На вид вроде как шкаф и табуретка откидная А вот Брэнди Привет, слушай, подними шар И на этом все Шар тряси Брэнди, мать твою сука Ладно, позвоните по этому номеру Воспроизведение 52 Пошли сыпаться чашки Пошла шарить рука Привет, смотрите, вот полка Ну и нах она пошла Брэнди, тряси чертов шарик Слушайте, если это кто-то смотрит Позвоните по этому номеру Спасите нас Воспроизведение номер 59 Грохочет и грохочет Никак не остановится Смотри-ка, рука только что показала мне факт Полка еще это говна кусок Смотрите, какая хлипкая Да шпинка нога насквозь проходит Залезет на такую старушку Хана старушки Брэнди, заткнись, тряси свой шар А то так мы будем в этой пустой комнате 100 лет стоять Да пофиг, заткнись, тряси шар и все Смотрите, как я с помощью деталей полки и полполки Выковыриваю себе оба глаза А пока позвоните по этому номеру Воспроизведение 97 Всем привет Я Джо Заткнись, сука Вам должно быть интересно Зачем я связал эту женщину Видите ли, я заперт в каком-то рекламном чистилище И подумал, что если провести жертвоприношение Возможно, вы Лежите смирно Как видите, я разобрал полку и полполки на дрова А сейчас я вобью этот немаленький гвоздь Брэнди прямо между глаз Брэнди Лежит тихо Ммм, какой чудесный звук Просто прелесть Жаль, но не вышло А сейчас я убью себя сам Воспроизведение 111 Теперь ты Воспроизведение 112 Снова я Революция будет в телевизоре Перевод В землях, что никогда ничего не знали, кроме войны Король говорил со своим советником Король был миролюбив А советник воинственен Советник служил отцу нынешнего короля Отцу его отца И абсолютно не заботился о мирных помыслах короля Война была путем этих людей Забросить войну было равнозначно тому, чтобы забросить самих себя Каждую ночь в саду мира Советник рассказывал королю историю Историю о великом древнем завоевателе Или мирном дурачке Что терял все Историю о том, что пути короля не верны Это никогда не работало Этой зимой ночью в саду было холодно И советник был готов уже сдаться Возможно время для войны уже прошло Ему подумалось, что у него уже не осталось истории, чтобы рассказывать королю Но затем одна всплыла в его памяти Как будто он не сам подумал о ней Как будто кто-то подумал о ней за него Мой король, начал советник Вы слышали историю Баэля? Шута декаданта Джеффри сдался, как и все Не было спасения Не было избавления от этого Они были пойманы тут навечно В ТД и Бигарден На баскетбольной игре Которая идет уже Боже что? Годы может больше, чем кто-либо может вынести Большая часть людей просто легла на пол В самом начале воспроизведения Совершение самоубийств требует усилий Которые никто уже не хочет затрачивать Они были похожи на усаногих больше, чем на людей Джеффри один раз видел усаногих в аквариуме Недалеко от его дома Он проводил много времени в том аквариуме В своем воображении в последние дни Размышляя о том, где же был его дом Этого он не помнил Все понемногу становилось блеклом В какой-то момент освещение стало красным Кого это заботит? Ощущение новизны от другого освещения Пропало через пару минут Джеффри вдохнул Джеффри выдохнул Джеффри выдохнул Двери на арену открылись Джеффри вскочил с пола И не он один Все на арене Все люди поднимались широко открытыми глазами И дикими выражениями лиц Что-то происходило Что-то, блядь, происходило Быстро собралась толпа Люди толпились и толкали друг друга Чтобы рассмотреть, что происходит Они будут спасены, прощены Им будет разрешено умереть Нарисованный клоун вошел через двери пружинищей походкой Он имел странный вид Двухмерная штука в трехмерном мире Во всяком случае достаточно трехмерная Чтобы смотреть на нее с разных сторон Это была такая штука Которой не должно было бы быть Могли бы вы подумать Если бы увидели его Перед ними стоял клоун Он держал руки на поясе И широкую усмешку на своем лице Наконец-то Сказал он Вы знаете, сколько записей баскетбола Пришлось посмотреть Прежде чем удалось найти вас Он обернулся и закричал через плечо Эй, парни, это вот оно Клоун был не один Другие прошли через дверь И они были невероятны Нарисованный пеликан с дробовиками Что он непостижимым образом Держал крыльями Черная фигура в капюшоне Сказившая по полу И что-то похожее на Рональда Рейгана Следовавшее за ней И человек в костюме Лицо которого невозможно было разглядеть Как бы вы ни старались Че-то сказал Пробормотал пеликан Потрясая своими дробовиками Базарь, че-то сейчас сказал Клоун пренебрежительно махнул рукой Да-да Дайте пять, парни Никто из них не шелохнулся Но, похоже, клоуна это не волновало И он повернулся к толпе Здрасте Сказал он Джеффри обнаружил себя говорящим В самом начале всего этого Он испугался бы такого удивительного зрелища Но страх Это то, что гасло в нем С каждым воспроизведением Если худшее уже случилось Чего ему было еще опасаться Простите меня, сэр Сказал он тихо Вы конкретно кто? Почему? Начал клоун Это такой фантастический вопрос, мой друг Золотая звезда Я есть Многоуважаемая икона Мультипликации Америки Клоун-помпон Возможно, вы слышали про меня Джеффри медленно встряхнул головой Не, не слышал На момент лицо клоуна Исказило гримаса раздражения Но быстро исчезло Ах, сегодняшние дети Сказал он Смотря на фигуру в черном капюшоне Я уверен, что он не может назвать Даже кого-то из тех фрактальных эльфов Фигура не ответила Между прочим Сказал помпон Поворачиваясь обратно к толпе Может быть лучше для вас, девочки и мальчики Называть меня генерал помпон Почему? Медленно заговорил Джеффри Ему не особенно нравилось, куда все это шло Командующие офицеры должны быть уважаемы Своими солдатами, конечно Сказал помпон И прямо с этого момента вы Девочки и мальчики Будете моими маленькими помощниками Похлопайте себя сами по плечу Но не слишком долго Потому что у меня тут график Кто-то злобно закричал в толпе Уголком глаз Джеффри увидел Как ухмылка помпона расширилась Внезапно он почувствовал себя В клетке с голодным львом Кто-то несчастлив? Сказал помпон Я был бы рад принять любые жалобы Крикун прорывался через толпу Это был хранитель веры Во всяком случае он им был до того, как все сдались Его лицо покраснело от негодования Ты сказал, что мы были на записи, не так ли? Я слышал, ты так сказал Закричал он, двигаясь в сторону клоуна Хороший слух Я совершенно так и сказал, добрый сэр Хранитель веры достиг клоуна И толкнул его в грудь пальцем Ухмылка помпона расширилась еще шире А в его глазах появился дикий взгляд Ты тот, что сделал это с нами? Поместил нас сюда Это твоя, черт возьми, Вин Человек не закончил фразу Так как помпон легко оторвал его голову Своей покрытой перчаткой рукой Никто ничего не сказал Лишение головы это то, что они тут у себя практиковали часто Теперь слушайте Сказал помпон Играя головой как баскетбольным мячом Каждую секунду или около того Его речь заглушалась громким звуком удара головы об пол Я понимающий босс Я довольно хороший парень, я бы сказал Иду прям в рай Но блин, ребята Разве ваш босс позволит говорить с собой таким образом? Ну а я ваш босс сейчас Я не позволю Так что теперь мистер злые штаны Не сможет пойти с нами Куда мы отправимся? Сказал Джеффри Сейчас уже не было вариантов идти против клоуна Туда, куда я блин пожелаю, приятель Куда я блин пожелаю? Пойдем-ка встретим Джетсонов Спалим Спрингфилд Выстрелим скуби-ду прямо в морду Это революционное телевидение Он указал на мужчину в костюме Эй, телеволюция Че думаешь об этом? Это веселая фигня Она смешит меня Ты должен смеяться с нами Смеяся с нами Смеяся с нами Сказал мужчина А попозже А ебаный скуби Крикнул пеликан, заметно оживившись Помпон отошел в сторону И широким жестом указал в сторону двери За ней был свет Нет, не свет Помеха Телевизионная помеха Но это был выход Или Сказал Помпон Ты можешь остаться тут до конца времен Джеффри не пришлось думать дважды Воспроизведение номер Только один человек Хранитель веры Присутствует в кадре На всем протяжении записи Он пытается покинуть арену Избивая кулаками двери вокруг Прямо перед окончанием воспроизведения Звучит один единственный гудок История продолжалась и продолжалась Слова разливались изо рта советника Так быстро Что он не успевал понять Что они значат Сказки о мясорубках Геноцидах Зверствах И апокалипсисе Все это было вызвано шутом По имени Баэль Когда он говорил Слова прорастали корнями В его собственный разум И он мог поклясться Что он слышал глупца И декаданта в своей голове Мягкий вежливый голос Ударял в его разум Как копыта бы ударили ребенка А затем история кончилась Король смотрел на советника Широкими глазами Затем широкая усмешка Медленно заняла его лицо Сообщите моим армиям Сказал он Дрожат нетерпение Завтра мы едем на войну Субтитры сделал DimaTorzok